Приветствую вас, друзья! Вокруг нас цифровой мир. Все, что в нашем аналоговом мире существует, мы с упорством преобразуем в мир нулей и единиц. Звук попал туда одним из первых. Сегодня мы выясним следующее. Как из звука получают цифры? Фундаментальное знание цифровых сигналов. Параметры, которые характеризуют качество цифрового звука. О том, как нам запудрили мозги. Сжимать или не сжимать звуковые файлы. Итак, звук. Все мы знаем, что это такое. Мы его слышим и оцениваем нашим сознанием. То, что мы воспринимаем, ограничено нашими физическими способностями. То есть мы слышим звуки в диапазоне частоты от 16 Гц до 20 кГц, различаем громкости от порога слышимости 0 дБ до болевого порога 120 дБ. Диапазон различаемых нелинейных искажений имеет сильнейший разброс и зависит от большого числа других условий. Условно нелинейные искажения меньше 0,5% различит лишь сверхчеловек. На сегодняшний день звуковая техника достигла параметров, намного превышающие возможности человеческого восприятия. Так как же из аналогового электрического сигнала получают цифры? Принцип таков. Берем звуковой сигнал любой. Вот пусть он будет таким, как на рисунке. Для того, чтобы его преобразовать в цифровой вид, просто берут и записывают координаты отдельных точек этого графика. Вот этому времени соответствует такая амплитуда, этому такая и так далее. Последовательность этих координат уже является цифровой информацией, но поступают несколько иначе. Так как звук – это функция времени, то точки отсчета выбирают на временной оси с определенным интервалом или с определенной частотой. Это называется частотой дискретизации или квантования. А ось амплитуд нужно разбить на определенное количество значений, которое будет достаточным для того, чтобы восстановить наш сигнал с хорошей точностью. Это количество называется глубиной квантования. Теперь остается понять, как много должно быть этих отсчетов. Вот мы и подобрались к фундаментальному знанию цифровой передачи сигналов. В 1933 году Владимир Котельников сформулировал и доказал знаменитую теорему, названную в честь него – теорема Котельникова. Она звучит так. Любую функцию времени, состоящую из частот от 0 до f, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через единицы, деленные на 2f в секунду. Что это значит для нас? А вот что. Для того, чтобы передавать звук в цифровом виде, частота дискретизации должна быть в два раза больше максимальной частоты спектра нашего сигнала. То есть мы слышим максимум 20 кГц, следовательно, частота дискретизации должна быть 40 кГц. Так и выбрали. Стандартным частоты дискретизации для звукозаписи на компакт-диске выбрали 44,1 кГц, а для видеофильмов – 48 кГц. Меньшее значение выбирают для экономии размеров файлов и для передачи сигналов по узкополосным каналам. Есть стандартные значения, например, 32 кГц, 11 кГц и даже 8 кГц. Откровенно говоря, существование частот дискретизации выше 48 кГц, то есть 96, 192 и даже 384 кГц, для звукозаписи сомнительно и научно необоснованно. Они существуют благодаря маркетологам, которые запудрили мозг неграмотным звукооператорам и аудиофилам. Мол, чем больше, тем лучше, тем точнее. Это полнейшая чушь. Вспомните теорему Котельникова. Сигнал можно восстановить с любой точностью, и для этого нам хватает частоты дискретизации всего лишь в два раза выше максимальной частоты спектра. Правда, в этой теореме есть некоторые нюансы, в частности, ограничение на детерминированность функции. Но эти ограничения носят скорее теоретический смысл, чем практический. Итак, с осью времени разобрались. Теперь амплитуда сигнала. Наш сигнал от максимального значения до минимального разбивает на большое количество равных промежутков. И тогда каждому отсчету будет соответствовать значение из фиксированного ряда. Количество шагов дискретизации называется глубиной квантования. Его измеряют в битах. Один бит – это два значения, два, четыре, три, восемь и так далее. Для передачи речи с запасом достаточно глубины дискретизации 12 бит. Это 4096 отсчетов. Для музыкальных произведений с громадным запасом хватает 16 бит. То есть 65536 отсчетов. Разрядность 16 бит является стандартом для качественной звукозаписи. Я часто слышу от профессионалов звукозаписи, что они используют глубину 24 бита. То есть это 16 миллионов семьсот семьдесят семь тысяч двести шестнадцать отсчетов. И даже 32 бита. Четыре миллиарда двести девяносто девять. Какая разница? Больше четырех миллиардов отсчетов. Это вообще. И сэмплинг 96 и даже 192 кГц. Мол, при постобработке можно что-то там вытянуть. Бред полный. Это же во-первых какие гигантские файлы получаются. А во-вторых в природе не существует микрофонов с таким динамическим диапазоном. Не говоря уже об усилительном тракте. Ну вот предположим, что вы ошибетесь с уровнем записи. Сделаете фонограмму очень тихой. То никакая повышенная разрядность вас не спасет. Потому что ошиблись вы в аналоговой части тракта. И значит вытягивать фонограмму будете вместе с имеющимися в ней шумами. И повышенная разрядность вас не спасет. Убрать шумы без потери качества основного сигнала невозможно. А в байки про уникальный слух я не верю. Не может человек отличить 16 битный звук от 24 битного. Вот человек не слышит ни таких микроскопических нелинейных искажений, ни такого большого динамического диапазона, который можно получить 24 битами. Да и любой усилитель низкой частоты, не говоря уже о колонках и наушниках, тут же все испортит. Но вы можете продолжать верить в свои экстраординарные слуховые способности. А сомневающиеся могут самостоятельно сравнить фонограммы записанные с повышенным сэмплингом и битностью с теми же фонограммами, но конвертированными в обычные 4416. Правда, придется еще и найти записи со 192 кГц 24 битами и разжиться аппаратурой, которая поддерживает такие параметры. Кстати, современные компьютеры хоть и разрешают устанавливать параметры звуковой карты с высоким сэмплингом, но толку от этого абсолютно ноль. Но лишняя нагрузка на процессор обеспечена. С познавательной точки зрения можно использовать любые параметры дискретизации, но елки-палки, ребята, будьте рациональны. Меня умиляют некоторые технические характеристики у большинства хай-энд аппаратуры. Вот, например, ресивер рассчитан на всякие лослис-форматы со 192-24 битами, но коэффициент гармоник почему-то не зависит от битности и имеет значения, характерные для самого обычного CD-качества. Так спрашивается, какого лешего мне нужна такая разрядность, если на выходе будет то же самое? Мало того, колонки и наушники имеют искажения на порядок, а иногда и два больше. Вот вам аналогия. Все эти повышенные разрядности – это все равно, что вы будете по городу кататься на самолете Boeing 747. Можно, но очень неудобно и баснословно дорого. Зато круто. Вернемся к теме. Преобразованием электрических сигналов в цифровые занимаются аналогоцифровые преобразователи, то есть АЦП. В оцифрованный сигнал программным образом добавляется некоторая избыточность для того, чтобы была возможность восстановить первоначальный сигнал, если он по каким-либо причинам был искажен или поврежден. То есть царапина на диске, потеря данных, искажение в канале связи и прочие неприятности. Обратно в аналоговый вид сигнал преобразуют цифроаналоговые преобразователи, то есть ЦАПы. Есть еще один параметр, влияющий на качество цифрового звука при его передаче по каналам связи – это скорость цифрового потока – битрейт. Понятно, что чем больше информации о звуке записано, тем быстрее его нужно передать, чтобы он звучал без потери качества или без перерывов. Для того, чтобы передавать наш звук 44,1 кГц и 16 бит без потери качества, требуется канал с пропускной способностью 1411,2 кБит в секунду. Сегодня это считается небольшой скоростью, но передача звука в онлайн трансляциях очень редко происходит в несжатом виде. Несколько слов скажу про сжатие звуковых файлов. Размер файла фонограммы в несжатом виде довольно большой. Помните, на обычный компакт-диск помещается всего 74 минуты музыки. Однако сжать звуковые файлы просто так, как это делают компьютерные архиваторы, невозможно. Потеря информации при сжатии неизбежна, но потерять, оказывается, можно довольно много, и при этом никто ничего не заметит. Сжатие звука основано на психоакустических особенностях человека. Например, мы не слышим тихий звук на фоне громкого, или не слышим гармоник в присутствии высокочастотных звуков. Есть еще очень много особенностей восприятия звука человеком. Чем больше всевозможных психоакустических особенностей заложено в кодировщик, в кодек, тем качественнее звук получится на выходе. Самым популярным форматом с психоакустической моделью сжатия является MP3. Его основной параметром является битрейт. 320 кбит в секунду – это считается максимальное качество. Причем эта скорость может изменяться в зависимости от насыщенности информации в звуковом файле в данный момент времени. Однако о качестве сжатия только по битрейту судить трудно, так как больше на качество влияет модель кодека. Мы можем не терять качество звучания при сжатии, но информацию потеряем точно. Обычный файл в среде качества можно уменьшить в 10-12 раз. Сами понимаете, сколько информации уходит в корзину, но тем не менее большинство из нас не отличит звучание сжатого файла от несжатого. Особенно на фонограммах с небольшим динамическим диапазоном. То есть это подавляющее большинство популярной музыки. Тем более если сходу не с чем сравнивать. И вообще восприятие звука это сугубо субъективный процесс, в котором нет четких линейных законов. Типа чем больше, тем лучше. Именно поэтому людям нравится звучание ламповых усилителей, объективные параметры которых на два порядка хуже цифровых. Я лично предполагаю, что гармоники нечетных порядков, коими украшает звук лампы и усилители, звучат гораздо приятнее даже очень малого по уровню полного спектра гармоник, присущих усилителям на полупроводниках. Итак, к чему же мы пришли в итоге. Для цифрового звука нам подавай Частоту дискретизации 44,1 кГц или 48 кГц. И глубину дискретизации 16 бит. Больше можно, но только если вы четко представляете, зачем вам это нужно. Меньше только в разумных пределах. В каких вы уже сами можете сообразить. Сжимаем файлы хорошими кодеками с плавающим битрейтом до 320 кбит в секунду. Хотите узнать больше? Подписывайтесь на канал. А если вы еще до сих пор смотрите, то не стесняйтесь, ставьте лайки и поделитесь этим видео в социальных сетях. Пока.